давайте продолжим давайте продолжим я конечно обещал что хотя будет последний но все-таки интересно не развиваются и как-то пока белый уверен и выигрывают в каждой из партий не интересно кто из нас первые сломают очередность сперлик видите меняет пластинку праздном играет на коне в 3 с каждой партии ну и тут у нас что видимо g6 будет или d5 g6 ну хорошо симметрично марцы структура которая позволяет черном обычно играть довольно быстро это довольно неприятно для меня будет 6 мне ход никогда не нравился по прощению c5 то есть он возможно но полное уравнение мне не верится чёрный целька тяжеловато развиваться ферс 7 хороших вот да на слон 4 здесь пока е5 конь b3 смотрится вроде разумно до b6 на 4 ферс b7 по виду должно быть должен быть какой-то прессу белый но с того не тяжело его доказать давайте смогу б3 сыграем черный промо обязан играть b6 или может быть b5 скорее всего b6 иначе там совсем плохо плохая позиция будет тяжелая d6 наверно тоже возможно здесь на f4 неплохо смотрится за меня и 5 нет по причине cd ну конь е5 вот есть но там после cd у белых лучших структура и cd я не обязан сразу играть но наверно в какой-то момент придется все равно lc1 еще есть а погодите lc1 dc я же там ничего не съем хорошо тогда придется брать да ed 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 c1 rd7 может быть просто белых конечно есть минимальный перес тут за счет лучшей структуры но именно шум минимальный я сказать он d8 пойдет дабы не попадать под темпы попробую срать коня 4 коня на b6 завести то есть не то что он там кого-то съест но он будет довольно неприятно для черных обрезать их ладью слон е6 так на глазок он бы 6 коня 5 смотрится интересно ну вот вам может казаться ударом по воздуху на самом деле ну хотя ладно смотрится заманчиво d4 пока ничего не дает слону слона есть одна единственная стабильная клетка d4 но ее достаточно d5 d5 и вообще не смотрел вот разумный вот разумный ход сильный сперни делать сильные ходы это обычно плохой знак ну хорошо ставлю слона d4 не знаю зачем на самом деле так слегка давление которого белых было но подулетучивается ничего не поделаешь чисто номинальный перес белок сохраняется за счет изолятора черного изолятора на d5 то конечно это не то что я хотел на b6 хорошее решение не допускаю коня на c5 4 видимо слишком агрессивно пока то есть надо как-то играть поаккуратней не нравится что белый черный конь на c4 приходит вариантах не нравится мне моего ферзя некуда деть в этой позиции это все-таки поставлю он d2 и может потом на f4 c4 пока ферз c3 вроде бы плохо или ферзи в 4 опять же ты тебе приходится пересиливать себя делать ход как бы по темпу потому что иначе иначе мне не позволяют играть с пол с комфортом не играть не позволяют в этом матче а это всегда неприятно f6 да хорошее решение тоже опять-таки ответственное но хорошее не не удивлюсь из меня этот ферзь на f4 как-то потеряется каких-то вариантах пока вроде бы он не теряется после конь d20 на g5 есть ферзь е3 я прикинул успел прикинуть со структурной точки зрения позиция белых улучшилась я решил выиграть пешку это кстати спорное решение на самом деле с другой стороны жадность важна в шахматах е4 конь d4 наверно пешка это все-таки довольно выгодно здесь для меня приобретение заведу лун c7 c8 так вот c1 есть ход или нет f6 там будет она пока нет или есть она есть на самом деле на 6 ферзь d2 ой не знаю не знаю чем я думал когда это примурил ну и соответственно да здесь можно сдаться не могу вспомнить в чем конкретно была моя логика когда играл е3 когда я примурил е3 то есть я на самом деле просто хотел показать вам что у меня план такой стабилизировать позицию путем е3 ну вот мой соперник эти мои благие намерения почему-то не оценил тут у нас довольно острый вариант даже комбитный вариант даже не так это правильно назвать ну защита двух коней пусть будет есть какие-то были комбитные идеи но я опять таки уже ничего не помню 2-0 вроде 2-0 логично с на c6 здесь тоже процент логично да позиция у меня должна быть нормальной но как играть g5 есть ход но он какой-то слегка родливый с другой стороны может быть за неимением лучшего так и надо сыграть слон е3 f6 к чему приводит слон g5 там будет неприятно вся белая связка и двух слонов не оставляет ну давайте попробуем f6 тоже стратегически и вольно ответственное решение совершенно не факт что сильнейшая еf6 хороший для меня знак позиция стала более комфортной чем раньше слона 6 есть какая-то идея не приятно слона уводить с довольно боевой диагонали но может быть какие-то конкретные выгоды хотя слона 6 ладья е1 сразу ничего не видно конечно и тоже удар по воздуху так есть ощущение что надо как-то здесь уже побеждать но опять-таки ощущение на практике оборачивается пшиком где е1 чтоб оттянул ладью в центр с конь d2 лица белых довольно стабильный остается какие-то трюки там ладья е3 слон d4 не проходят там конь f1 в конце у меня ферзь висит это плохо конь a3 немножко странный ход какие-то амбиции соперник проявляет но более разумно смотрелось просто укрепить свою позицию сначала потом проявлять амбиции d6 c6 с другой стороны как мне вот здесь конкретно играть ферзь g6 король h1 это явно не впечатлили ну хорошо ферзь g6 то я пойду на самом деле ну король h1 уже буду думать ферзь h5 там взяли взяли у меня потерялась на c6 два слона остались очень сильные давайте попробуем снова я отстал на минуту это конечно отчасти связано с тем что комментирую ну и соперник играет очень быстро на самом деле и довольно качественно на слон d6 f4 здесь есть ход конечно я его вижу но не верю до конца возьму на d1 сыграет на слон f4 а соперник подкручивает с риском для собственной жизни но только не каким-то образом все срастается а здесь просто ферзи в 2 опять опять позиция его становится более крепкой чем она была до этого хотя на ферзи в 25 и ладей е2 может быть все и неплохо я в любом случае сыграю конечно c5 следующим ходом отход коня ладей е2 выглядит крайне крайне опасно мне кажется настолько опасно что он сейчас просто отдаст этого коня и будет рубить мне флаг без фигуры и вполне вероятно что это сделает нет коня убрал хорошо ладей е2 в чем задумка вообще его коня очень понимаю в чем он c2 а что он висит а на фиг за f1 у меня на a6 еще подвисает интересно геометрии и неприятная конечно под флаг шах на c8 так хорошо слон d6 слон d3 мне хоть не нравится конечно явно было что-то сильнее дан ход вообще кошмарный на самом деле что делать сразу непонятно на самом деле явно все равно в пользу черных но я просто тут уроню флаг это совершенно очевидно реальных шансов удержать эту держать здесь фрейме у меня нет да поделиться было крайне привлекательное но вот да и и и и